Реорганизация, коснувшаяся всех, без исключения российских военкоматов, повлекла в первую очередь сокращение численности их сотрудников, что, конечно же, не могло не отразиться на увеличении объема работы. Однако, по словам Алексея Васильевича, трудности хоть и возникли, но к серьезным сбоям не привели. Состав у нас порядка 40 человек. В основном это женский коллектив, больше, чем мужской. На женские плечи все и ложится. Основные три направления. Это призыви на срочную службу. На службу по контракту и подготовка кадров для обучения в высших учебных заведениях Министерства обороны. То есть, это по старому военные училища, военные институты, подготовка будущих офицеров. Это могут быть и юноши сейчас, и девушки. Пожалуй, никогда еще в российской истории служба в армии не была таким непопулярным делом, как сегодня. И повлияло на это много факторов, среди которых не последнее место занимали пресловутая дедовщина и казарменный быт. Сегодня дело обстоит совсем иначе, на что обратил внимание новошахтинский военный комиссар. Служба в войсках сейчас изменилась, я считаю, в отношении к ним. Служит, во-первых, один год. Сейчас создаются условия для нормального прохождения службы. Нет побочных, так сказать, хозяйственных вопросов, то есть уборка какой-то территории, там наряды какие-то по кухне, занимаются другие организации. Больше уделяется физической подготовке. Важным направлением реорганизации армии сегодня является повышение профессионального уровня военных. Для этого предусмотрено постепенное увеличение числа служащих в армии по контракту, которые, безусловно, будут выполнять боевые задачи быстрее и качественнее, нежели призывники-срочники. Сейчас идет заинтересованность государства в том, чтобы люди шли на службу по контракту. То есть это есть определенные у них социальные гарантии, это жилье, обеспечение жильем, медицинское обеспечение, денежное удовольствие увеличено. Сейчас контрактник, скажем так, начинает получать от 25 и выше, в зависимости от выслуги и на какой он должности состоит. Есть только маленькая, так скажем, ниша, это для тех, кто закончил институт, их могут взять на службу по контракту. И без срочной службы. В завершение составившейся беседы военный комиссар по городу Новошахтинску и Родионово Несвятайскому району Алексей Васильевич Будко сердечно поздравил всех защитников Отечества с праздничным днем. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех жителей города Новошахтинска, всех защитников, ветеранов, кто проходил службу в вооруженных силах, кто еще только готовится. Хотелось бы их поздравить с наступающим праздником, пожелать им здоровья, всех благ, ну и всего самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok